Всегда готов. Ну, и я предлагаю представить команды, хотя некоторые не нуждаются в представлении. Итак, я представлю команду Церберов. Это, соответственно, капитан команды Кэгисенши, знаменитый Рейнхард Слово Чести, Шторм Нев у нас играет на Супорте, Слен, скорее всего, тоже это второй ДД, Грей на втором Супорте и знаменитый Диво Мейнер Леоникс. Ну, и ты представь противоположную команду и соперников. За Феорию Авангард играет на Холме. Для меня честь вести вас в бой. Арлгард, похоже, возьмет солдата. Теперь он Рейнхард. Снова Китайский Супор. На Ане будет не карт. Попсири он на Маккри. Как вот такая готовность произносить. И на твой пиздук, да, на листе. И на твой пиздук, да, на листе. Пиздак. Пиздак. На листе. Приветствую. Каги Сэнши тут уже их встречает. Давайте посмотрим, какую позицию замерил Церебеда. А, слоймсел Дестиона. Смотрите, новый Дестион. Доски пача. Новая мета? Да, он недовольно сильный сможет. Тут турели. Да, я согласен. Поджидают команду. Да, разумеется, мы как Кастер не болеем ни за одну из команд. Лично я болею за ход в 105 раунду. Как всегда. И за красивый матч. Врывается... Так. И Десенши на Гензи врывается, очень неплохо. Сейчас еще раз ворвется? Капитан команды. Несмотря на то, что они в защите, но... Они берут Гензи на урыв. Интересная тактика. Капитан не может убежать, его настреливают. Сказал, что одна, на атаке его могли забрать. Да, можно было бы убить капитана команды. Врывается снова! На хук он нарывается и убивают Гензи. Убивают, да, к этому команду. Стесняются на их арикулы, помалчащихся, но теперь они точно не пойдут. Там Бастион настреливает, потому что невозможно дальше через эти стурки. Да, очень неплохо турели Симметра стоят здесь. Он стоит довольно далеко, и его и не хукнуть. Так что нужно что-то придумывать в команде Теории. Пробежал солдат! Бежит. Да, заходит солдат, заходит за ним Райан Харт. Да не все зашли в этот правый проход. Да, ульта уют Райан. Неплохо. Избирают. И забрали тут всех пятерых, просто! Просто разнос! Шифтом только одним двоих игроков добил. Да, очень красавцы. Просто минус пять, но это не повод сдаваться. Ну и тут тяжело. Так как Бастион стоит, как пройти? Придется только направо, в узкий проход, и Райан Харт для Унифтен, что-то происходит. Звук игроков просит, чуть-чуть потише. Идите сюда, послушайте, способность готова! Агент же готов, ульт. Неплохо, он готов ворваться и всех убить. Стоит на позиции. Настреливает отсюда сверху. Тем временем группируется команда, ждет Макри. Практически все ультимейты есть в теории. Врывается Дива, ультует, неплохо! Оптический Визор. И это опять минус пять. Просто минус пять делает команда Цербера. Упс, он ждет своих ультимейтов. Что у нас по ультам осталось? У Церберов и у теории по три ульта. Да, по три ультимейта. Два ультимейта потратили, собственно, теорию. И все равно не смогли ворваться, не смогли преодолеть эту защиту. Такие два опасных ульта у Цербера сейчас. Стан и Бастион. С его 300 урона с одного выстрела. И, собственно, Цербера... О, врывается, врывается Гензи, неплохо, но умирает. Да, абсолютно его... Ультует Райнхард, слово чести, но... Врывается Леоникс на Диве, разваливает. Неплохо, слово чести с Леониксом на пару просто убивает четверых. Врывается Дотарион на Райне. Это Рес, и он умирает. Обновляет мех у Леоникс. И это очередная успешная оборона. У теории остался последний пуш, не надо что-то придумать, как-то закинуть точку, закинуть тесты. Тем временем у Церберов еще и телепорт. Еще и телепорт. Можно убить Райнхарда. Сделайте, что... Дива спасла. Нужно убить Леоникса, просто убейте Леоникса. Есть ульта у Дотариона. Ультует он двоих. Ультует Райнхард, убивает. Дива была... А, ее убили? Фу, если он убил. Да, даже Леоникса здесь убили. Все, можно заходить. 15 хп, вы слава чести, он выжил. И теорию не смогли... И это конец первого раунда. Это была хорошая успешная атака, но немножко поздно. А вот если бы не первый раз так зашли, было бы еще ничего. Ну и ничего, я думаю, сейчас ребята соберутся и покажут нам еще более красивую игру. Им сейчас нужно защищаться, чтобы взять ничью в этом матче. Я смотрю, серверы любят смешные пики. Вот сейчас Дива, это какой-то Дива, просто прощение, Вдову. Вдова? Вдова, а не в атаке, по идее. Я не знаю, это, конечно, может быть то, что они рофлят. А вот теперь рофлят он, саппорт у них Ханзе взял. Сомбра. Не, ну Ханзе, Сомбра, это точно. А вот Вдова, это, кстати, вполне возможно. Это будет интересное решение. Мне кажется, они почувствовали свое превосходство. Почувствовали ЧСВ у Леоникса и решили попикать всяких там бастионов, Вдов. Ну, а чё, вполне возможно. Могут себе позволить, как говорится. Только как бы это не обернулось их поражением в данном случае. Мне нужно расслабляться. Да, никогда не нужно расслабляться, всегда нужно уважать своего соперника. А тем временем в теории взяли Мерси и Мэй на защиту. Мэй, это вообще замечательный герой, я считаю, я уже говорил об этом в защите нахнамурио. Она очень неплохо может выцеплять по одному герою команду соперника и убивать. И они играют через одного танка РХ. Не, ну, конечно, если выцепят какой-нибудь Леоникса или Слово Чести, то я думаю, что умрут они сами. Вот, но... Но это не точно. А... В Цербере поднимали бастиона на Фару. Вот, в принципе, и всё. Ну, да, решили всё-таки, это... На Верочку сыграть. Слово Чести сразу врывается. Агрессивный шифт. Врывается, да. Мэй передумал из-за Мигнаса. Фара там уже летает, перестреливает. Да, Слово Чести ворвался. Дотариону хочет убить, да, убивает его. Врывается Фара, он умирает. Да, но Слон кидает на Мэй, Мэй просыпается, морозит, умирает. Осталась Мерка, и она не живёт и не рессает. Слово Чести с Леониксом просто позанимает победоносные позы на Объекте. Да. Матч завершён. Матч завершён. Агрессивный. Просто, да. Взяли, зашли и убили. Сербер победителя. Наконец-то у нас не меняются названия. Итак, посмотрим на лучший момент. Что же это будет? Лучший момент. О, это... Капитан команды на Генже. Просто настреливает сирикенами, убивает шута. И... И всё. И убивает. С длижнего боя. Лично. Это даже не ультимейт. Эпичный. Превосходно. Эпичный матч у Меркер. Правильно. Суппортов надо ценить. А то они силять не будут. Да. Абсолютно точно. Ну что ж, посмотрим. Так. Сейчас у нас спросим про перерыв. Так. Мне нужен перерыв сербером. Пять минут просит перерыв, ребята. Окей. А тем временем мы посмотрим в чатик. Да, а чё чатик? Чатик особо с нами не общается. Секунд с начала раунда. Блин, мы не посчитали, сколько секунд прошло с начала раунда. Это наш наш косяк, ребят. Сорян. А там можно на него посмотреть. Да, я думаю вы в записи это посчитаете и сделаете хайлайты. Можно клипчик снять. Сделать. Альфикс. Очень неплохой тут был клип про Райнхарта. Мне понравился. Сделан он в Германии. Музыка, правда, не совсем подходящая. Я ожидал там Рамштайн какой-нибудь. Но за него, да, забагить могут. Да, ребят. Команда Теория я решил немножко остыть. Немножечко подсобраться и показать нам красивую вторую игру. А может быть, будем надеяться и третью. Да ладно, Next игра скоро. Чё вы начинаете? Время 25 минут только. Ещё 35 минут. Так что можно и перерыв позволить. Не очень. Не, ребят, какой сдаться? Никаких сдаться, ребят, до конца. До конца. До конца гейминг. Музыка. Надо просто на характере. Просто брать и тащить на характере. Я добавил, добавил. А, в смысле. Короче, пофиг. То убавить звук в игре, то добавить звук в игре. Ребят, вам не угодишь. Мне просто говорят чуть-чуть, а я то до максимума убавлю, то прибавлю дофига. А, что ж. Так, что там, прошло пять минут? Ну, что еще нет. Сомневаюсь. Я пока освобожу место для в табличке банов карт для следующих ребят. мы и так помним. Сейчас, кстати, будет ахинваль. Как раз. Да, сад. А, все, готово. Так, отлично. Готово. Отлично. Тогда запускаем. Самый неподходящий момент Грейк, как всегда, написал. Не, не, не. Ему везет на такие моменты. Это, по идее, еще до начала матча. Он выбрал эту Сомбру, значит, на месте. Ого, все нормально. Сейчас, один, он выбрал Бастиона. Смотри, какой интересный пик. Так, а что у нас с игрой? Что у нас с игрой? Что у нас с игрой не показывает? Нет, что не показывает. Трансляция идет. Пока. Нет, трансляция идет, просто там игры нет, там картинка стоит. Задержка одна минута. А, я понял, все нормально. Как вы настилили, это будет исполнено. Да, да, да. Это что, золотой? Да. А, он выберется, естественно. Не, 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 он у Пселона. На Бастионе. А, у Пселона? Да. Подожди, подожди, золотой пулемет на Бастионе? смотри. Да, господину Пселона. Да. Оп. Симметра тоже расставила. Я, 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 я не буду ничего говорить про золотой пулемет. Но Пастионе. Не говори. А тем временем, Слен взял Ханзо. Ханзо? Грей играет на Адмерсе. Ну и, в принципе, все изменены. В защите Симметра Бастион и Дива. Да, ну, по сути, то же самое. Нетвой Фездик только играет на Аммерсе. Заходят тут справа через мостик Дива. Да, капитан защищается от напечатанных на Диве, Авангард. Ну, тут Симметра разбирается со всеми выгоняют Слены. Оно убивает Генжи. Симметра убивает двоих. Троих уже. Симметра убивает Дива. А, нет, не шептанули. Четверых убивают. Четверых, да, неплохо. Никарт зажег. Никарт вообще тащит. Вот. Вот, наконец-то теория, наконец-то. Давайте, ребятки. Давайте. А, это генератор? Генератор щитов? Зачем? Генератор щитов, да, как раз очень неплохо, если они не будут убирать. Но убивает Бастиона, Ханзо убивает. Убивает слово чести на Рейнхарте в ответочку. Сейчас Леоникса. Нет, Леоникса делает суицид. Восстановитесь. Ну, не совсем суицид. Да, врывается. Вот оно. Леоникс очень неплохо здесь вот ворвался. Сверху создают спейсди свои команды. Ультует Рейнхард. Убивает Кэндисенши. Убивает Семиатру, слово чести. А тем временем церберы-то прошли. Да, они прошли, они убили Мерк. Пока Дива всех тут отвлекала, они уже заслужили. Да, Дива или Мерк убили. Бастил ультует своего ультует. Ультует Рейнхард, увозит. Бывает до Сериона. Кэндисенши взял Макри. Смотри, как его держат, держат всё. Да, это камбэк, ребята. Это камбэк. Они их отогнали. Я же им говорил, я же говорил. Ультует, домачек. О, ульта Ханзо летит. И никого не убивает. Ну, ребят, ставьте плюс, кто вспомнил свой папчик. Да, стимулятор до Рейнхарта. Рейнхард разбирается со словом чести. Пытается убить Леоникса. Не может. Они на точке. Не только лишь все могут убить Леоникса. Ультует Рейнхард одного. А там Мерсед, что ли, ультует Леоникс? Ультует Леоникс? Грей воскресил с ухемейдов, я не смогу убрать с ухемейдов. Ультует Меркули Леоникс ультует только. Ультует вот всего он по лидерам пошел в атаку кавалерия приехала в путь. Да, спид Рейнхард, спид Датарион. Стимулятор на слово чести. Слово чести тут пытается развалить всех. Разваливает бастиона. Если у него ульта, может сейчас ультануть. Ультует в троих. Ультует. Кидает свою муку. Суицид. Это меха. Увозит Датариона, слово чести убивает. церберы смогли взять ран в последних секундах. Да, только двое остаются в живых у теории. И да, они берут точку. Это было жарко. Жарко. Это была жаркая игра. Да, привыкайте. Привыкайте. Бастиона. Отходили за скиллом. Вот, точно. Не отходили за скиллом. Так, фара тут пытается разваливать. Кстати, да, стоян сменил своего Ханзу на фару, когда ультонул. Ну, и правильно сделал. Нефиг тихих, там Ханзу пикет. Бастион только что чуть не убил фару. И, в ответ, она получает. Чуть не считается. Это да. Врывается Леоник с надиви, но уходит. Уходит. Не настолько он верит в себя, видимо, как это в легендах рассказывается. Пара тут надамаживает. Уфар уже ульта почти не есть. Убивает Дотариона. Леоникс тут ультует. Не убивает никого Леоникс на них. Как так? Да, блин. Бастион только что с руки убил. Ультующего Дензи. Сталкивает тут Зарю просто в пропасть Райнхард. Да? Убил. Да, ну не за что сталкивает, она сама спрыгивает в такая идея. Это слово чистя на Райнхарте. Ну нафиг. Пару ультануло бастиона только что. Да, ну нормально. Оправданный этот ульт. Довезли тележку до второй точки. Увозит. Увозит Райнхард. Леоникс там убивает двоих и турельку еще. Ультует Райнхард. Неплохо врывается, шифтует. Пытается тут разваливать, но умирает. Упс, он вместе с ним умирает. По позиционке выигрывают, ультует слово чести в ответ. Увозит. Неплохо. По позиционке действительно. Цербер выигрывает, но это рез. Рез троих персонажей. Неплохо. Ультует Зиньята, ультует Дива. Райнхард тоже не надамаживает. Леоникс троих убивает ультой. А она убивает еще. Стимулятор это Тим Вайф и это победа. Это 2-0, ребята. Какая победа? Подожди. Мне ж только провезли, нужно еще защищаться. да, точно. Но это победа в этом раунде? Да. Но это не 2-0, да. А сколько у них времени осталось? 2 минуты? Минута 50. Минута 50. Ну, не, я на самом деле, я надеюсь, я надеюсь, что теория таки довезет. Потому что в этом случае мы получим интересную третью карту. Подожди. Да, получим. Это будет весело, жарко. Да, это будет КОТХ, это будет, мало того, КОТХ на карте Людзян. И это будет третий КОТХ, если я не ошибаюсь, за турнир. Мне вообще пока везет. Зрители сейчас видели, что за вахханали у нас камеры происходило. Она просто через стены летала. Бывает. Мне вообще повезло, я комментировал пока что оба КОТХа на этом турнире, которые были. А, то есть, если стримишь ты, то обязательно будет КОТХа, да? Не обязательно. Но, если КОТХ, то обязательно комментирую я. А, вот так. Да, работает в обратную сторону. И один только нормальный КОТХ был, учитывая проблему со стримом в первом матче. Но то была реально красивая карта братьев Шимада против Анны. Кто не смотрел, обязательно посмотрите в записи. Ребята, обязательно это матч. Си матч. Я очень надеюсь, что будет еще один какой-нибудь подобный матч в дальнейшем. Как минимум. Тем временем у Церберов Гастион и Симметра. В пиках появились что за медальки? Авангард за Люси. Солдат, Рейнхард, Заре. И, в принципе, тот же пик. Отличные баги от Близзард и могут ребята посмотреть на свои медальки похвастаться. Так, очень неплохие тут Симметры стоят, но тем не менее ломаются. Кроме одной. Тут очень неплохая ульта, это турелька на горшке стоит. Цветание. Отметим, что Бастион тут просто не дает им за угол выйти, он достреливает и сколько урона уже 66% пульты набил. Восемметру уже почти есть пуль. Но это новый Бастион и у него хотя бы нет золотой пушки. Хе-хе. О, умер солдата под грядом огнем. Смогла заря пройти, заря пройти. Прошла, это. Петисэнши у нас походу гензимейнер. Ну, это да. По-любому. Четыре ультимейта тем временем потому что команда защиты. Будь в скорости прошел, Рейнхарт он не зашел и все. И они не один, он зашел, в четвером они зашли и умерли. В четвером. Я прям чувствую так, в словах в части хотел ультануть в одного Люси, чтобы его убить, но... Благоразумие. Ну, а че? Ну да, моба хайлайт сделки из этого. По-любому. Очень неплоху позицию Бастион тут занял, но его сзади находят Макри и убивают. Тем временем мультует Дива тут. Да, команда держит позиционку. Люси показывает как надо, ребята готовы, ребята врываются на характере. Ультует Рейнхарт, увозят. Симметра убивает. На точке стоит Дива, но она сейчас умирает. Рез. Надо разбить турельки хотя бы, умирает Лисек. Солдат остается один на вражеской территории, и похоже, он тоже не выживет. Он может сейчас попробовать не стимить бастион. Нет, он сейчас очень грамотно создает спейс для своей команды, но я чувствую, команда ему не поможет. Да, он на вся паверну на респе. Да, к сожалению, команда не успевает помочь. Бастион как настреливает, это просто луф. Ну, Близзард, нерв, лист я думаю все кто на стриме пожалуйста напишите петицию чтобы понять и этого пастиона но вы сами все видите куда там шестой да ультра рейнхарда ульдивы сюда же слово чести неплохо работал с леониксом и они с двумя ультимейтами убивают просто четверых и десенджер добивает еще одного и это просто не дает им выйти в респау просто зажали на респе да на теории нужно регруппнуться выйти сбоку у авангарда походу закончился тот скилл который они себе принесли на один раунд им вот это хватило но я надеюсь что нет давайте ребята вперед теории сделали один минус они могут попробовать зайти сейчас да нужно заходить нужно разделять их а вот неплохо я же еще убить а кто вы делаете заряна пастион 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 тем временем ультанул там всех убил да и тоже убивают зарю да в этом случае он слишком быстро раскладывается слишком хорошо лечится особенно под меркой мерку еще опнули в этом матче ультует райнхард и матч завершен уху увы увы я у меня лагануло в самом конце хорошо что только в конце сервер победителя и это 2-0 уху кака сэншу и он второй лучший момент матча за силой Ну, здесь он хотя бы с ультимаритом это делает. А, это в самом конце как раз, когда он не лагнул. 39 убийств Лернигса на диве. Ну, надо сказать, что в данном случае теория молодцы. Они показывали какое-то сопротивление определенное. Пусть и не... И главное...